Всем доброго времени суток. Заказал всем известную платформу на сокете 1156 серверными процессорами. И буквально сразу же столкнулся с проблемой синего экрана смерти. Что из этого всего получилось, смотрим дальше. А на все распакованные мною комплектующие ссылки найдете в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, накинул блок питания, оперативку вставил процессор для начала Xeon X3430 и запустилась система без проблем. Но при установке операционной системы до момента, когда нужно ввести имя пользователя, после перезагрузки вылетает синий экран смерти. Код ошибки 0x607e. И вот тут и начались мои приключения. Скорее всего, не я один сталкивался с этим. Но почему никто из блогеров об этом ничего не сказал, мне неизвестно. Может потому, что тематика не подходила под их канал? Вот смотрю других техноблогеров и понимаю, что многое остается за кадром, многое просто является недостоверным и так далее. Красивая съемка, дорогое оборудование, оформление как места съемки, так и самого выпуска не значит, что там все хорошо. Что-то я отвлекся от темы, давайте расскажу о материнской плате, а она Asus P7 H55M, где M это Micro ATX. На мой взгляд, это оптимальное решение для серверных процессоров, из-за своей относительно невысокой цены. 4 слота для оперативной памяти на DDR3 в двухканальном режиме с максимальной поддержкой в 16 ГБ. 8 PIM питания процессора, что уже хорошо для разгона, а также радиаторы на цепях питания и A5+. Для графического ядра процессора есть выходы под VGA и HDMI, также PS2, USB, SPDF и гигабитный интернет. 1 PCI-Express, 2 PCI-Express X1 и PCI-Express X16, но 2.0, что не позволит использовать весь потенциал карт на 3.0. Потеря производительности карты будет 3.7%, это конечно не критично, но было бы отлично, будь там 3.0. 1 PCI-Express, 2 PCI-Express, 3.0. 1 PCI-Express, 3.0. 1 PCI-Express, 3.0. на Xeon X3440, снова переустанавливал и опять то же самое. Тогда я поставил случайно засланный мне i3-530 и с ним было то же самое и после смены каждого процессора приходилось переустанавливать операционную систему. Тогда я поменял блок питания и это не дало никакого результата. Сменил оперативную память и снова неудача. Начал заменять жесткий диск и диск установки операционной системы, а затем и сам дисковод, но опять не было положительных результатов. Затем я переключился на BIOS, сначала сбросил его, затем прошел до последней версии, кстати она ни разу не была прошита и снова то же самое. После проделки всего этого я вспомнил про графическое ядро i3, решил с ним и попробовать. И что вы думаете? Все установилось без проблем, но это графическое ядро i3-530, а мне система нужна на Xeon X3440, соответственно нужна другая видеокарта. Тогда я достал карту AT Radeon HD 6670 и снова запустил установку операционной системы, а когда она успешно установилась, я был собой доволен. Теперь надеюсь понятно, почему я рассказал о сокете 1156 в начале выпуска и уделил этому довольно немало времени. Давайте немного углубимся в суть проблемы и поймем для себя, из-за чего она может появиться. Понятное дело из-за видеокарты, а также вирусов, недавно установленных программ после замены комплектующих и устаревшей версии биоса. По крайней мере это все мне известные причины ее возникновения, и половина из них относится к самому сокету. Но согласитесь, производительность и цена очень привлекательны и с небольшим риском можно попользоваться. Кстати, советую посмотреть один из прошлых моих выпусков на идеальные сборки для этого сокета, подсказка в правом верхнем углу. Ну и тест неразогнанного CZION X3440 в бенчмарке SignBench будет завершающим в этом выпуске. Напоминаю про ссылки в описании, комментарии приветствуются, а кнопка подписаться и лайк лучшее, что для меня можете сделать. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok